Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. «Лукойл» в Кирове оштрафовали за необоснованное повышение цен на бензин. На сеть, торгующую нефтепродуктами, пожаловались жители города. При рассмотрении дела антимонопольная служба выяснила, что в ноябре-декабре 2021 года расходы предприятия снижались за счет падения цен на оптовую покупку топлива. При этом компания повышала цены на бензин. То есть рост цен на АИ-95 и АИ-95 в «Лукойле» был необоснованным. По требованию УФАС цены снизили. Также на организацию был наложен штраф – 650 тысяч рублей. Компания его уже оплатила. Председатель комиссии по финансам потерял место в Зуевской думе из-за недостоверных сведений о доходах. В ходе проверки прокуратуры обнаружилось, что член Зуевской районной думы представил недостоверные сведения о своих доходах и имуществе за 2021 год, а также о доходах своей супруги. Кроме того, этот же депутат не отчитался о своих расходах, существенно превышающих доход за три предшествующих года. После внесенного председателю думы представления, депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий их коллеги. В эфире «Экономика». Разработать проект поликлиники в Кирове захотелись 17 организаций. Именно столько участников заявились на конкурс по разработке проектной документации. Победитель предложил сделать работу за 13 миллионов 940 тысяч рублей при начальной цене контракта в 18 миллионов 560 тысяч, то есть почти на 5 миллионов дешевле. Имя победителя конкурса пока не опубликовано. Напомню, поликлинику на 600 посещений в день построят на территории областной больницы рядом со старым зданием. Проект должен быть готов к декабрю. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.